Всем привет, ребят, с вами снова Диана, и как вы уже догадались, я сегодня буду вам рассказывать о своей татуировке, как я ее получила, почему именно такая, где она находится, что она значит, и если вам неинтересно это, если вы считаете, что человеческое тело должно быть чистым, и не должно иметь никаких таких вот надписей, то, пожалуйста, закройте это видео, все очень легко. Если же вам интересно, как это было для меня, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Первое, что хочу сказать, это не было решение, которое я поняла за один день, хоть я очень довольно-таки и спонтанный человек, над этим дизайном я думала полгода, и советую вам, если вы в будущем собираетесь это что-нибудь сделать, такое, найти надпись или дизайн или рисунок, который вам очень понравится, распечатать его и каждый день на него смотреть, и если он вам надоест, то, может быть, не стоит это делать, если же нет, то, пожалуйста, можете запечатлеть это на вашем теле. Эта надпись, которая находится у меня во внутренней части моей руки, говорит «It gets better», и я не могу найти никакого лучшего перевода, чем «Все будет хорошо», но если вы можете перевести это как-то по-другому, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Почему именно эта надпись? Честно говоря, 2015-й был очень тяжелым для меня годом по сей день. Я попрощалась со многими людьми, которые были очень важны мне, я прошла через какие-то ситуации, которые я бы лучше, наверное, не проходила, и из всего этого со мной случившегося я поняла, что в какое-то время все равно все будет хорошо, в какое-то время вся ситуация наладится, и в вашей жизни она придет в обратное русло. Просто какие-то вещи занимают больше времени и какого-то усилия, иногда эта мысль сама, что все будет хорошо, она настолько банальна, и настолько все мы это знаем, но никогда не принимаем. И я хотела просто себе напомнить, точнее, как бы запечатлеть это у себя где-то на теле, чтобы посмотреть и помнить, что все будет хорошо. В любом случае, когда-нибудь, не сейчас, может быть потом, но все будет хорошо. Поэтому да, это история, почему именно эта надпись, почему она у меня находится на руке. Потому что, опять-таки, я хотела видеть эту надпись каждый день, хотела смотреть на нее, чтобы она мне была доступна в любое время, но также я не хотела, чтобы она слишком бросалась в глаза. Поэтому я не сделала ее вот тут или вот тут, только потому, что эти части очень, как бы, заметны, да. А так как вот эта часть руки, она, как бы, всегда скрытна, что ли, я решила, что лучше всего будет сделать ее тут. Я могу всегда на нее посмотреть, но при этом, когда я буду с вами разговаривать, допустим, да, и у меня будут руки по швам, вы ничего не увидите. Больно ли мне было? На самом деле, я думала, будет хуже, потому что супружеская пара, которые меня встретили, которые занимаются этим всем, они мне сказали, это твоя первая тату. Я сказала, да. И на что они мне сказали, что будет болеть, и при том, что это на руке, тут будет очень больно. То есть я была готова к худшему. Но на самом деле все прошло очень легко даже. По десятибалльной шкале я бы сказала, ну, на четверочку, может быть, болела. Потому что если бы эта девушка, она продолжала мне выводить эти буквы, то да, я вижу, как бы это было больно. Но так как она выводила эту букву, а потом брала салфетку и убирала остаток чернил, как их назвать, инка, когда она убирала этот остаток, моя кожа успевала отдохнуть и с новыми силами, значит, продолжала терпеть эту боль. Поэтому было не очень больно. И сейчас я вам расскажу очень интересную историю. На самом деле, первый раз, когда я пошла, девочка мне неправильно вырисовала букву А. То есть вообще это читается It Gets Better, но на надписи, которые я вам куда-нибудь сейчас вставлю, эта буква С настолько там за крючком маленькая, что вы просто не заметили. И сколько раз я не проверяла эту надпись, я до сих пор не могу понять, как я не увидела эту ошибку. Ну, в общем, да, она мне написала вместо С букву А. Что я увидела только когда я уже пошла домой, и когда я уже раскрыла, разбинтовала все, я поняла, что, блин, там написано It Gets Better. И я, честно, не была расстроена, потому что я настолько давно хотела себе татуировку, и я настолько уверена в этих словах, и они для меня столько значат, что для меня это много чего не испортило. Но я, конечно, написала ей, сказала, так и так, можно ли мне прийти, и вы немножко переделываете. На что она ответила, конечно, прости, пожалуйста, так получилось. Так что сегодня, на самом деле, 2 часа назад буквально я сходила, и она мне сделала немножко пожирнее шрифт, и также она мне замазала немножко белым цветом, перекрыла букву А, и закрючку немножко сделала, чтобы было похоже на С. Честно, мне настолько уже все равно, что меня спросят другие, почему там ошибка, почему это неправильно, потому что для меня это просто очередная какая-то вещь, очередная мелочь, на которой я думаю, блин, ну, уже что сделать? Так что, да, по второму разу, конечно, по раздраженной уже коже было больнее, у меня очень горела рука после этого всего, но вот да, теперь все хорошо, и мне нужно за нею очень тщательно ухаживать, за татуировкой, мне нужно мазать ее специальным кремом, никаким другим кремом я не могу ее мазать, мне нельзя ее мочить еще 2 дня, мне нельзя употреблять соджу сегодня, только соджу, все, если ты у меня алкоголь, можно, мне не следует ее часто на солнце оставлять, то есть если я хочу, чтобы она не осветлела немножко, то мне нужно ее с защитным кремом постоянно мазать, на что я, в принципе, готова. Так что, да, я делаю это видео немножко в спехе, поэтому прошу прощения, на самом деле, завтра я уже улетаю в Россию, сегодня у меня было безумное количество дел, я сходила в парикмахерскую, сделала себе ногти, мне нужно было забрать очень много маминых вещей, своих вещей, и увидеться с некоторыми людьми, с которыми я не увижусь до августа месяца, поэтому просите меня, что это может быть немножко так все быстро-быстро-быстро, тараторно, и не знаю как, но я очень благодарна этой паре супружеской, которая сделала мне тату, и я кину вам их в инстаграм внизу, и также, может быть, тут я покажу какие-то из их работ. Кстати, по цене эта тату мне обошлась 100 долларов, я знаю, что это очень дорого, но, опять-таки, я уже говорила это своим друзьям, и своим родителям, и всем-всем, кому можно было, лучше я переплачу немножко, на что мне, кстати, сказали, что я не очень сильно переплатила, по сравнению там с Америкой или с Россией, лучше я переплачу немножко, и буду уверена, что она у меня не слезет через месяц, чем я сделаю это в каком-то заколубке за 30 долларов, и, ну вот, просто свою кожу изнасилую, так скажем. Я думаю, что это все на сегодняшнее видео, и если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте мне их вас, или в контакте, или в комментариях, я попытаюсь на них ответить, и да, я вас всех очень-очень сильно люблю, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok